У нас дома три гитары, одна укулеле и одна труба, на которой никто не умеет играть, но она есть. На трубе? Да. Подождите, а откуда и зачем тогда у вас труба, если на ней никто не играет? Дима, привет! Привет. Очень рады, что ты добрался до нашего подкаста. Мы вот так вот по кабинетам идем, районного дома культуры Родины. Я думаю, что все рано или поздно сюда попадут, и в том числе те, кто не умеет ни петь, ни играть, рано или поздно придется, наверное. Дима, расскажи для начала, пожалуйста. Вот мне всегда было интересно, ты же деревенский житель, сельский изначально, хотя мы все не особо городские, чего греха таить. Ты переехал в город жить пару лет назад, правильно, в Татарск? Ну, уже три года. Уже три года. Вот ты заметил какие-то кардинальные отличия, скажем так, твой образ жизни, в общем, как поменялся в связи с этим? Ну, тут как бы совсем другой темп, совсем по-другому, я не знаю, отношение к работе, отношение... Вот, допустим, начинаем какое-то, планируем мероприятие, да, сразу эти делают, это, это, ну, то есть разделение труда, вот это. В деревне, как обычно у нас в селе было, все используются по максимуму. То есть взялись за мероприятие, все кучей думают, все кучей делают декорации, все кучей там готовят музыку, какие-то песни. А тут, да, тут каждый занимается своим делом. Ну, интересно, мне было прям вот это вот, очень интересно. Ну, смотри, ты говоришь про работу, а если говорить, в принципе, про жизнь, все, что вне работы, что тебе приходит на ум? То есть, не знаю, люди на улице, там, магазины, что-то там, какие-то удобства или, наоборот, проблемы? Да нет, ну, как бы, не знаю, как бы, особых перемен, как бы, нет. Ну, да, магазинов больше каких-то там, работают, режим работы другой. В деревне, конечно, ты уже вечером, ты уже не пойдешь в магазин, ничего не купишь, это все. Не успел там до конкретного отведенного времени, все, ты опоздал. А у нас даже круглосуточные магазины. А у нас круглосуточные есть, да. Это да, это дело такое. Ну, ты проживал в Увальске много лет, это одна из самых, одной из самых далеких сел, ну, расположенных от районного центра. Ну, скучаешь ты по Увальску? Да, бывает иногда, конечно. Ну, родина, что говорить. Ну, ты родился прямо там? Да, я прямо там родился. Прямо даже не в городе, не в родильном доме, а прямо там, в больнице, прямо в Увальске. Точно, было же, ну, подожди, сейчас, по-моему, я вот забыл, мы когда приезжали с точками на карте туда, работает опять, по-моему, да, больница? Ну, больница, она, да, она как сейчас, сейчас она как... Она же уже не как маленький ФАП, она все равно... Нет, нет, она не ФАП, она как стационар дневного пребывания, по-моему, вот так, да. Ну, это все равно лучше, чем ФАП, где только один фельдшер, и, то есть, в некоторых-то селах совсем ситуация плохая. Но когда в твоей юности, в твоем детстве, я так понимаю, там, прям по полной программе... Да, это прям, да, это прям была натуральная больница, причем больница-корпус отдельно, амбулатория, где сидят, ну, сидели врачи-фельдшера, там, это отдельно, то есть, там все было прям по-серьезному. Ну, сейчас, конечно, все, да, упрощенное. Раньше там было все, и отделение связи, почта, то есть, сейчас приезжает вот этот вот автомобильчик, как они сейчас называются, ПОПС, передвиждой отделения почтовой связи. Да, смешно. Ну, да, ПОПС, действительно, ПОПС. Вот, и школа была, было, как бы, очень много народу, вот, много ребятишек, сейчас прям очень мало. В свое время там был интернат, то есть, у нас же, получается, еще ферма, там есть Чинявина, потом Журавлинка, то есть, она же Рождественка, потом была еще Степановка, Зеленая Грива, она же поселок Южный, она же третья ферма. Ты же бываешь там сейчас еще? Да, конечно, конечно. А туда сейчас приезжаешь, для чего у тебя там кто-то есть, или там просто земля у вас? У нас там мы садим огород, садим картошку, да, у нас, как бы, мамина квартира, мама прописана до сих пор в Увальске, хотя живет сейчас с нами здесь, но все равно тянет на родину. А, ну, опять же, приезжаем на кладбище, там, помню, очень много родственников похоронено. Слушай, ну, раз заговорили мы про такую тему родины, скажем так, давай с первой песни и начнем, тогда сразу из репертуара группы Любая, если ты не против. Я думаю, сейчас будет уместно ее. Давай, попробуем. Ты неси меня река За крутые берега Где поля, где поля мои поля И леса, и леса, и леса, мои леса Ты неси, ты неси меня река Да в родные мне места Где живет, где живет моя, моя краса Кому бы ее глаза Как ночка темная Как речка быстрая Как одинокая Луна на небе ждет меня За туманом огонек Огонек Как же он еще далек Ой, далек Ты мне ветер помоги Милой весточку шепни Знаю, ждет Знаю, ждет меня Моя краса Проглядела в ночь глаза Как ночка темная Как речка быстрая Как одинокая Луна на небе Ждет меня Даже мне в деревню захотелось После этой песни Это песня ведь из сериала Граница таежный роман И там ее исполняет не расторгов Там, по-моему, сам Матвиенко ее поет И я помню, что когда он появился Вот этот сериал Я слышал, что за мужик поет Вроде получается петь А вроде как-то не очень Я очень долгое время не знал Что это сам, собственно, автор Поет эту песню Хорошая, душевная песня И сериал в свое время Тоже был такой громкий А у тебя есть вообще какие-то Давай про сериалы поговорим Так плавно перейдем Есть что-то такое Что ты смотришь время от времени Или просто какие-то любимые сериалы Которые давно были сняты Или ты немножко вне Вот этой категории поп-культуры Не, ну бывает иногда Какой-то так сюжет захватит Именно такие Ну не как вот эти Вот мыльные дутоперы Которые там, да Ты смотришь сначала Вроде как бы тебя Немножко захватило все А потом так Сразу-сразу и все И пошло Пережевывание вот это медленное Все Нет, это не интересно Женский сериал Это вообще Это ужас Я не знаю, как это вообще можно Отдельный вид искусства Да, 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 да А вот из сериалов Я не знаю Мы как-то В свое время С женой подсели на Как же назывался сериал Молодежка Про хоккеистов Мне понравился Как бы и сюжет Актерская игра Да, вот это вот То есть убедительно Прямо они играли Конечно хоккеистов То есть Я так понимаю Что после этого сериала Полстраны встала на коньки Да, кстати Я думаю наверняка Да, прям так Это прям все было Хорошо показано Самому тебе просто Просто сам сериал понравился Или ты Хоккейный болельщик тоже Я не сказать Что хоккейный болельщик Но бывает иногда Так вот Даже в сериале Были такие моменты Сидишь и так Переживаешь Переживаешь, да Болеешь как бы Хотя не сказать Что я прям такой Ярый болельщик Слушай, а если тебе Задать вопрос Сибирь или Авангард Ты что-нибудь выберешь, нет? Ну Как житель Новосибирской области Наверное, я выберу Сибирь Несмотря на то Что многие жители Татарской выбирают Авангард Да Ну вот следишь как-то За их играми Или нет? Так Если Да, если увижу Где-то там Сыгрались со счетом Таким-то, таким-то О, молодцы Хорошо Или там Проигрались с таким-то, таким-то Ну что ж Не судьба Я примерно такой же болельщик Ну Бывает, да Ну хорошо Ну ладно Наш подкаст называется Музыка и слова Давай на музыке Побольше остановимся В твоей жизни музыка Как вообще появилась И сейчас Какое место она занимает Часто ты гитару в руки берешь? Сразу много вопросов задал Да Ну бывает, конечно И сейчас Сажусь Особенно вот у меня Сейчас сын Герман Он тоже научился Как бы играть на гитаре Вот он к Ивану Корнаухов ходит Сюда вот здесь занимаются Они вот в этом, кстати, кабинете Вот Он у нас универсальный этот кабинет Да, да Для всего И вот бывает Мы с ним дома сядем У нас дома Три гитары Одна укулеле И одна труба На которой никто не умеет играть Но она есть На трубе? Да Подождите, а откуда и зачем тогда у вас труба Если на ней никто не играет? Ну Или ты прихватил из собой Из Увальска Нет, нет, нет Приобрели уже здесь Просто Как бы думали, что может быть у детей У кого-то из двух Проснется как бы желание Ну Я думаю, у младшего еще точно не поздно Еще может быть проснется Может быть Но он сейчас поглядывает на барабаны Барабаны тоже дома стоят, нет? Нет Пока нет Но Если он решит заниматься барабанами Придется искать барабаны Так, слушай Ну у вас дома три гитары, ты сказал, да? Да Одна электрогитара Мы купили Герману как раз ее на день рождения Ага И две акустических Ну правда простеньких, классических таких Ну китайских А супруга у тебя не играет? Нет Она у меня ДПИшница Ну а вдвоем вы бываете? Что с Германом садитесь? Да, да, да Вот я про это и хотел сказать Мы с ним, да, садимся Он одну партию играет Я какую-нибудь пробую другую И поем Когда вдвоем Когда он поет Я ему просто подыгрываю Когда я пою Он подыгрывает Ну пробуем и так, и так, и эдак Так, давай немножко Да, поскольку я тебе много вопросов задал Вернемся к Герману потом А сейчас вот в твоей жизни Когда это появилось? Ты с детства играл на гитаре Там на чем-то еще пел? Нет, на гитаре, конечно, я не мог с детства играть Но Подожди, почему? Как бы не умел Не, ну я же не говорю с рождения Вдруг ты ее там в 6 лет Нет, я заинтересовался гитарой я очень давно Я помню, был еще маленьким Отец у меня работал водителем автобуса В город ездил очень часто Я, как всегда, прицеплюсь с ним Приедем в город Мне очень нравилось заходить в магазин Культовары Знаешь, такой был там магазин, где сейчас какой-то Да, конечно, конечно Я там наклейки покупал Том и Джерри и Мортал Комбат А, ну это позже Ну, наверное А я захватил его У нас с тобой немножко разное тесто было Да, да, да Я захватил его в то время Когда там стояли музыкальные инструменты продавались Так было, я не помню То есть там висели гитары, электрогитары Потом ударные установки Там духовые какие-то инструменты Это все было в Культоварах? Это все было в Культоварах, да Заходишь, все это красиво блестит А раньше же гитары, помнишь, да, какие были? Они такие какие-то переливались Ну, Урал вот это вот все советские Да, 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 что-то типа того И очень мне приглянулась Там одна зеленая электрогитара Я отцу говорю Пап, давай возьмем мне Он, да ты еще маленький Короче, я его допек этим Давай возьмем, давай возьмем И через 10 лет он взял Нет Он Приехали домой Он ушел во двор Что-то там делал Делал и приносит мне Выпиленные с фанеры С грифом от клюшки Но аккуратно очень сделанную Покрашенную гитару Конечно, играть на ней было нельзя Но представить, что ты музыкант Можно Как минимум, да Чтобы дальше твои Фантазии могли воплощаться в жизнь Да, она была очень красивая А струны были на ней, нет? Нет, струн не было Не успел он сделать струны Но она внешне была больше похожа на акустику Или на электронную? На электрогитару, да Причем он взял какой-то образец Прямо он взял картинку Где была электрогитара И он с нее прям нарисовал Точно так же Выпилил и сделал Там труда, конечно, было затрачено очень много Прямо она была такая Прямо покрашена Ты оценил работу папы? Конечно То есть не расстроился, что она не настоящая? Нет, нет Я вообще был на седьмом небе от счастья А потом уже Но это я был вообще маленький Совсем маленький Я тебе, кстати, хочу сказать, что Еще в семидесятых, наверное В начале восьмидесятых Не знаю Во многих странах это было Но точно было в Англии То есть проходили прям соревнования Но они и сейчас продолжаются Либо на воображаемой электрогитаре Либо вот на подобных вот таких вот картонках То есть люди приходили на концерт Брали в руки Обычную картонку там, да Либо фанеру И сходили под нее с ума Со стороны это Выглядело страшно Но ты таким не занимался? Не было такого, что ты включаешь музыку И начинаешь соляк играть? Как же не было? Было, конечно А что за музыка играла в этот момент? Ой, даже не помню То ли самоцветы У нас всегда был Самоцветы, песниры, да? Да-да-да То есть не что-то такое Причем не я один У меня был Ну, был Есть брат двоюродный Вот мы с ним садились Он делал себе ударник То есть ложил Один стул вот так на пол Они были круглые стулья такие Он так ложил Тут стулик Тут маленький детский барабан на него ставили Тут два стула Типа там-там и хай-хэт И включали проигрыватель Сейчас вспомню песню даже Напиши мне письмо Хоть две строчки всего Что-то типа такого И мы изображали ансамбль Там ты что? Он рубился на этом ударнике Я там с гитарой Ну а первая гитара настоящая Это уже когда появилась? Чуть попозже Где-то я учился уже в классе в пятом Тоже я все гитару-гитару-гитару-гитару И мне на день рождения Опять же на день рождения Купили гитару Так же, как, собственно, и вы Герману подарили На день рождения Электрогитару Про Германа немножко, если ты не против, хочу тоже поговорить Недавно прошел концерт замечательный Благотворительную в поддержку Германа В очередной раз Можно было убедиться Насколько все-таки у нас И в нашем городе И в принципе, наверное, в стране Много хороших, замечательных, добрых людей Что, чтобы, как бы, кто не говорил И смотри, я просто что хочу сказать Поскольку Ну, Герман попал в такую непростую ситуацию Да, связанную со здоровьем И благодаря РУСФОНДУ Удалось собрать деньги на операцию Желаем, чтобы все прекрасно было у Германа сейчас Спасибо Да Ну вот смотри, если кто-то нас смотрит Кто вдруг, не дай бог, в какой-то похожей ситуации Расскажи сам механизм Как это происходит? То есть, если какие-то проблемы со здоровьем у ребенка Как выйти на какой-то фонд? Как не быть обманутым? То есть, как знать, что ты действительно связываешься С какими-то проверенными? Как это у вас произошло? Ну, мы У нас это начиналось как Мы В этот фонд, получается Мы обратились уже второй раз Первый раз мы обратились Когда к Герману было годик Даже годика не было Годик исполнился Мы уже поехали на операцию Тоже так же Мы когда Ну, как Узнали, что У Германа какой-то порог Мы еще не знали Но Нам сказали, что у него что-то Какие-то проблемы Нужно съездить на обследование Мы поехали в Омск А там как раз были Я рассказывал даже, по-моему Это уже Там как раз принимали врачи Из Томска Они ездят взаимозачет Взаимокакие-то у них Такие эти Принимали врачи Они послушали Посмотрели Сказали, да, действительно Порог Да, действительно Надо операция Чем быстрее, тем лучше Но операция будет платная Ну, конечно Денег нет Они говорят У нас с нами Давно сотрудничает Вот этот фонд Росфонд Именно с клиникой НИИ кардиологии Томской Давайте попробуем Вот мы вам даем все координаты Напишите туда Ну, тогда не было Как бы Не было развито Вот это на компьютер Электронная почта Напишите нормальное Бумажное письмо Приложьте фотографии Опишите свою историю Что и как Мы написали Обратились И действительно Проходит какое-то время Нам звонят с Томска Мы не видели даже Этой публикации То есть Где это публиковалось Я говорю Интернет был тогда Не очень развит По-моему Если я не ошибаюсь Это где-то Печаталось в газете Коммерсант Так вот Ну, как нам рассказали потом Действительно Нам позвонили И сказали Все, деньги есть Приезжайте на операцию И в этот раз Нам посоветовали То же самое То есть, грубо говоря Уже больше 10 лет Они выселили С рождения практически Вот ему года Даже не было Где-то полгодика Наверное Да, первый раз Мы поехали И в год В год ему Сделали первую операцию Такую сложную Самую И с этого времени Мы, считай Каждый год Приезжаем туда Его обследуют Выносят Вердикт Нужно что? Не нужно что? Пока все нормально Или что-то надо Скорректировать У нас сужаются Бывают Артерии Стенозы Вот эти Они там Их баллонируют Расширяют В общем Следят за его здоровьем Ну, в общем Еще раз Герману Только здоровья Всего самого Прекрасного И я еще раз говорю Эта история Подтверждает Что нужно верить В хорошее И люди хорошие Есть Это точно Те, кто говорит Что все люди злые Все вокруг плохие Нет, нет, нет Я считаю Что хороших людей Большинство Потому что Так откликнуться И так С такой Скоростью В таком темпе Набрать нужную сумму Я просто был поражен Я просто был поражен Я очень благодарен Всем людям Вот Не знаю Прям от души Спасибо большое Ну и Герман Мне кажется Так стремительно Развивается В музыкальном плане Потому что Когда Ему это интересно Я когда послушал С Иваном Они исполнили Песню Чувства Мне кажется Это уже прям По сравнению С тем Что даже год назад Где-то играл Или пел Это прям такой Шаг вперед Он планирует Дальше этим заниматься Когда школа закончится Да Он же как бы Задумался Поступить в колледж Там же вот Где я обучался Где Жена моя обучалась Вот Это Новосибирский областной Колледж Культуры и искусств Правда Барабинский филиал Мы учились Там очень хорошие Педагоги Очень хорошие преподавать Но вот он тоже Он еще не решил На какое отделение Ему вроде хочется И инструментами владеть И вокал свой развивать Ну Посмотрим Пусть выбирает сам Тут ему как бы лучше Самому выбрать Что потом не было такого Что А вот я хотел туда Вы мне посоветовали сюда Вы даете ему полную В общем Свободу выбора Ну в выборе Да Я думаю Что он разберется Я считаю это правильно Да Ну давай еще немножечко Попоем Сейчас наверное Будет какая-то песня Такая грустноватая Да Расскажи про нее Несколько слов Ну Я когда научился Играть на гитаре Это были Восьмидесятые годы Где-то Мне было Скажем лет десять Может быть двенадцать Вот так А тогда какие песни Были особо в ходу Ну такие Что там Типа шансоны Что-то блатные Меня почему-то Они не интересовали Я не знаю И были Очень популярные песни Про Афганистан Про войну в Афганистане Тогда же не было Ни Чечни Не было же тогда Еще ни Карабаха Ничего А вот такая тематика Афганистан Она еще была актуальна И свежа Да Очень свежа была Да Прям И я вот слушал Такие группы Каскад Голубые береты Потом Какие у нас еще были Тоже Именно Участники этих групп Сами были То есть Воевали в Афганистане Сами были участниками Всех этих событий И как бы Вот эти песни Из первых уст Там не было Вот этого Как сейчас Потом начали сочинять Песни там Крови Море там Я не знаю Там все эмоции Взрывы Нет Песни были До боли простые До боли простой текст Никакого там Не знаю Никаких батальных Таких там Вывертов Каких-то сцен Нет Вот именно Простым Человечьим языком Была вот это Описана Скажем Судьба Судьба Да И трагедия И наоборот Что-то было в этом Хорошее Все равно Были какие-то Светлые моменты И вот мне Почему-то Вот эти песни Нравились Ну давай Одну из них Послушаем Сейчас Так Попробую Спеть песню А кстати Да Опять отступление Давай давай Первая песня Которую я научился Играть на гитаре Ордена не продаются По-моему Если я не ошибаюсь Группа Каскад По-моему Да Но я хочу Спеть песню Группы Из репертуара Группы Голубой береты Разговор с портретом Тоже песня Очень хорошая Дочка с папой Говорит У портрета стоя У меня котенок сбит Плачет кукла Зоя Во дворе Мальчишка Сашка У него собака А еще машина есть А еще и спала Ну когда же ты приедешь Мама обещала Я и кукла Майя Зойка Побежим к вокзалу Платье лучшее надену Как на день рожденье Мама торт нам приготовит Вот будет веселье Мы пойдем с тобой по парку Пусть увидят все Что у Кати папа дома А не на войне И девчошка горько плачет Рядом плачет мама Никогда Они втроем Не придут с вокзала Лишь уставшие глаза На большом портрете Да кровавая Да кровавая Средь звезда На пурпурной ленте Во дворе Мальчишка Сашка У него собака А еще машина есть А еще есть папа Хорошая песня Наверное К сожалению Такие песни актуальны Во все времена Да И сейчас особенно Как бы это грустно не было Ну Давай попробуем Изменить Ход нашего разговора Давай перейдем На какие-нибудь Более позитивные темы Сейчас чем ты в ДК Занимаешься Расскажи Ты ведь Занимаешься с хором Сибириночка Правильно? Да Расскажи Каково это тебе Ну Я все-таки Позволю себе сказать На фоне Замечательных Участниц хора Сибириночка Тебе Молодому парню Каково тебе Работать с нашими Прекрасными бабушками Очень хорошо Работается Они Они меня приняли Я не знаю Даже как больше Как нового руководителя Или как Сына полка Вот я даже не знаю Они обо мне заботятся Они Покармливают Бывает и такое Да Почему нет Прям Очень душевное Очень теплое отношение Прям Я Я тоже был поражен Насколько вот такой Дружный Сплоченный коллектив И прям вот я Они как бы Распахнули свои объятия И вот он я Слушай Но ведь у них же В коллективе У Сибириночки Есть Скажем так Основной костяк Есть люди Которые там С самого начала И которые Ну естественно Пользуются Определенным авторитетом У других Там может быть Более молодых Участниц Тебя в общем Слушают Если Ну когда ты объясняешь Что вот нужно здесь То и то сделать К тебе как Отношение нормальное Говорят Не-не Ты нам ничего не говори Мы сами Сами знаем Наработаны Мы с ними Выучили Как бы Ну не так еще Много Других песен Новых Которых допустим Они раньше не исполняли Но есть такие уже Вот И то что они Исполняли раньше Я сначала послушаю их А как у вас Это было А как вот это У них как бы Как правило Это все наработано Просто так Ныносим какие-то Ну там я не знаю Такие уже как Косметические Скажем так Моменты То есть Давайте вот здесь А если вот здесь Помягче А если вот здесь Потише А вот здесь Погромче Или вот так вот тут Добавить на крещенды И еще там уйти Или наоборот Уйти в пиано Давай остановимся Что такое крещенды Что такое пиано А крещенды То есть это когда Наоборот Из тихого в громкое А пиано Это когда из громкого в тихое Ну я просто так Такой термин Ну да Да Я так и подумал На самом деле да Это где-то Где-то на подкорке Эти определения лежат Я думаю Надо все-таки уточнить На самом деле Ну вот фортепиано Знаешь же что такое Это громко-тихое Называется, перевод Какая музыка играет в твоей машине? Только не говори, что радио Нет, ну сейчас именно, сейчас радио Ну то есть есть у тебя какая-то подборка Да, причем она настолько разношерстная Потому что мы, как правило, ездим Всей семьей на машине У всех свои вкусы, да? Да, и у всех вкусы разные То есть сначала играет Браво, потом Синий трактор Нет, нет, Бог отнес от Синего трактора Как бы нет, нет, это все нет У Германа, я не знаю Я сам как бы люблю рок И Германа немножко, мне кажется, я заразил этим делом Но мне так, я, конечно, не знаю точно У меня такое подозрение, что Герман, наверное Рок уже побольше, чем ты слушаешь, наверное Скорее всего, да И побольше в нем ориентируется Дай Бог Вот, так что у нас с Германом рок Арсений тот вообще у нас сиядный То есть он как бы Что звучит, то звучит, это нормально Да, у Маши там, ну, у жены У нее свои какие-то Предпочтения Там больше Больше такие попсовые какие-то Больше такие лирические У мамы, она тоже ездит Как всегда с нами Когда мы едем куда-то там В путешествие в дальние У нее такие уже песни То есть более тех годов Там, восьмидесятых Что-то там Мир не прост Совсем не прост Нет, нет, помаленько, поновее Попозже Но у меня был как-то в машине Целый диск Лежал Абадзинского Валерия Абадзинского Эти глаза напротив Да Кстати, отличные Отличные песни Вообще Ну, вокалист, конечно, был прекрасный Чего говорить Многим нашим Ну, нынешним Можно у него поучиться Ну, а ты, я знаю Любишь творчество группы Браво Ну да Так или иначе Давай Давай песенку Как раз из-за их творчества Прямо сейчас Вот не знаю Смогу ли я Давай попробуем Я хотел бы ветром быть и над землей лететь К солнцу снега Я хотел бы в небе спать и сны о нем смотреть Сны в облака Но Ты сказала мне Это мечты И Ничего в них нет Вот и все, что сказала мне ты А я хочу Как ветер петь И над землей лететь Но так высока И так близка Дорога в облаках Может быть ты будешь ждать А может быть и нет Дело твое Если ты позвать меня захочешь в тишине Крикни в окно Эй, где ты ветер мой? Эй, где же ты? И я вернусь домой Даже с самой большой высоты А я хочу Как ветер петь И над землей лететь Но так высока И так близка Дорога в облаках Дорога в облаках Дорога в облаках Классика Но тяжело далась классика Давно не пел Поэтому мы ее напоследок и оставили Чтобы так сказать Тут еще простыл немного Да нет, получилось хорошо Вообще группу Браво Принято Ну условно так разделять На несколько эпох Была эпоха Жанны Агузаровой Была эпоха Сюткина Ну такая маленькая Недолгая продолжительная эпоха С Евгением Осиным Они тоже работали И вот потом уже пришел в группу Роберт Ленц И по сей день в ней Ну плюс еще Евгений Хафтан сам В последнее время Стал очень много песен петь Вот есть какой-то Любимый период Вот из всего этого Кто тебе из вокалистов Может быть больше всего нравится? Ну мне почему-то больше Период Сюткина понравился Я не знаю почему Ну как бы вот именно Вот стилистика Вот это Вот этих стиляк Вот эти все-все штуки Да-да-да-да-да-да-да Потому что все равно Когда Роберт Ленц пришел Как-то все-таки Сменилось Это больше уже На какой-то там Поп-рок Брит-поп Вот этот рок-н-ролльный Вот этот вот драйв Он как бы немножко ушел А Гузарова Да Это звезда Это личность Но у нее свое немножко Немножко свое А Осин Как-то он прошел так Сквознячком Незаметно Да Быстренько Ну и потом Плюс они даже записали Один альбом Они его По-моему В свое время Даже не выпустили А потом перевыпустили Вот буквально пару лет назад Там на всяких разных носителях Я себе купил Естественно Как дурачок Который покупает Всякие диски И все прочее Поэтому Я по-моему О нем даже слышал Да Он называется С каждому друг другу Браво Там просто большинство песен Которые есть Они так или иначе В любом случае Потом были записаны С Сюткиным Там либо с кем-то еще Поэтому особо новых там песен Ну каких-то эксклюзивов Прям нету Но вот именно что Полноценный альбом С голосом Осина Он вот такой один И кстати говоря Он очень хорошо вписывался В этот коллектив На мой взгляд По крайней мере По голосу По вокалу Вокал table Вокал его прям подходил Ну что, Дим Спасибо тебе большое Да не за что За то, что поговорили За то, что поиграл За то, что попел Остается тебе пожелать Только тебе И твоей семье Всего самого наилучшего И побольше Музыки в вашей жизни Хорошей Я думаю Это будет достаточно У нас же еще труба Не рассправлена Не задействована Не задействована Когда будет задействована труба Тогда точно уже Все будет классно Будет дело труба Спасибо, Дим Спасибо вам большое Давай Всего доброго Счастливо Субтитры подогнал «Симон»